Вся команда относилась к нашему хоку Джону Сильверу с уважением и даже подчинялись его приказаниям. С каждым он умел поговорить, каждому умел говорить. Со мной он всегда был особенно ласков. Всякий раз радовался, когда я заходил к нему в камбус, который он содержал в удивительной чистоте. Посуда у него всегда была аккуратно развешена и вычищена до блеска. В углу клетки сидел попугай. Рома, попугай, у нас с тобой тоже есть попугай, да? У Сильвера был попугай. Хокинс говорил мне, Сильвер, заходи, поболтай с Джоном. Никому я не рад так, как тебе, сынок. Садись и послушай. Вот капитан Флинт назвал моего попугая... Я назвал моего попугая капитаном Флинтом в честь знаменитого пирата. Так вот, капитан Флинт предсказывает, что наши плавания закончатся удачей. Верно, капитан? Пиастро, пиастро, закричал попугай, да, Рома? Пиастро, пиастро! И попугай начал с невероятной быстротой повторять. Пиастро, пиастро! И повторял до тех пор, пока не выбивался из сил. Или пока Джон не покрывал его клетку платком. Этой птице, говорил он, наверное, лет двести, Хокинс. Попугаи живут без конца. Разве только дьявол повидал на своем веку столько зласть, сколько мой попугай. Да, Рома? Попугай мой плавал самим к Ингландам и с прославленным пиратом, капитаном Ингландом. Он побивал на Мадагаскаре, на Малабуре, в Суринаве, в Порт-Виденсе и в Порт-Абелио. Он видел, как вылавливают груз затонувших галеонов. Вот когда он научился кричать пиастры. И ничему тут удивляться. Тогда выловили 350 тысяч пиастры в Хокинс. Этот попугай присутствовал при нападении на вице-короля Индии, невдалеке от Гаа. А с виду сущий птенец. Но ты понюхал пороху, не правда ли, капитан Плин, сказал он попугаю. А попугай кричал, пиастры, пиастры. Да, Рома? Рома, какая у нас с тобой книга «Остров сокровищ»? Давай дальше читать. Где мы с тобой остановились? Рома, команда корабля. На корабле есть капитан. Первый помощник, правая рука капитана. Штурман, который помогает капитану с навигации. Пиастры, пиастры! Пиастры, пиастры! Рома, пиастры, пиастры! Капитан Флинт. Попугая звали капитан Флинт. Он садился на плечо к боцману. Да, Рома? Он садился на плечо к полку и кричал «Пиастры, пиастры!». А Кок угощал его кусочками сахара. Да, Рома? Какой классный попугай, да, Рома? Самый классный персонаж в этой книжке – это попугай. Ему было лет двести. Да, этому попугаю было лет двести. Он столько всего повидал на своем веку. Рома, пиастры, пиастры, пиастры. Пиастры, 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 пиастры. Рома спасет их всех от смерти. Я рассуждал так. Мы не можем захватить корабль, раз Фильдвер оставил на борту шесть своих разбойников. С другой стороны, их осталось всего шестеро. Значит, на корабле я не нужен. И я решил отправиться на берег. В одно мгновение я перелез через борт и свернулся калачиком в носу ближайшей шлюпки, которая в ту же секунду отчалила. Никто не обратил на меня внимания, и только передний грибец сказал, это ты, Джим, держи голову пониже. Но Сильвер, сидевший в другой шлюпке, внимательно всмотрелся в нашу и окликнул меня, чтобы убедиться, что это действительно я. И тогда я пожалел, что не остался. Да, Рома. Шлюпки помчались в берегу на перегонки, но та шлюпка, в которой сидел я, отчалила первой. Она оказалась более легкой, грибцы в ней подобрались самые лучшие, и мы сразу опередили другую шлюпку, едва нос нашей шлюпки коснулся берега, я ухватился за ветку, выскочил и кинулся в чащу. Сильвер и его товарищи остались ярдов на сто позади. «Джим! Джим!» – кричал он. Но, понятно, я не обратил на его крик никакого внимания, без оклятки подпрыгивая, ломая кусты и ныряя в траве, я бежал все вперед-вперед, пока не выбился из сил. Роберт Льюис Стивенсон с семьей гостил у своих родителей в Карстоне. Стоял промозглый сентябрь, за окном лил дождь, Рома, как у нас. За окном лил дождь, и в доме даже затопили камин, до того была зябка. Но у нас сейчас июнь. Да, у нас июнь, а у них дождь, а у них осенью дождь. Да, Рома? Ллойд, тринадцатилетний пасынок Стивенсона, от нечего делать принялся рисовать. Писатель тоже взялся за кисть, и на свет появилась мечта любого мальчишки. Загадочный остров, холмы с манящими морскими названиями, и, наконец, крестик на том месте, где зарыт пиратский клад. Остров оживал, слово за словом, деталь за деталью всплывали в памяти истории о кораблях и пиратах, услышанный в детстве от отца. Да и сам Томас Стивенсон, почтенный инженер, увлекся новой забавой. Это он составлял точную опись добра, что хранилось в старом матросском сундуке. Он окрестил моржом пиратский корабль Флинта. Дело было за главными героями.